Всем привет! Автобусы. Данный вид транспорта мы видим повсеместно на улицах города, оживленных трассах и в отдаленных районах. Наверное, нет такого человека, который ни разу бы не ездил на автобусе. А что если нам дадут под управление собственный автобус? Существует множество игр, где мы можем воплотить мечту в реальность и поуправлять в свое удовольствие данным пассажирским транспортом. Итак, представляю вам десятку лучших игр про автобусы. Итак, поехали! 10 место. Баз-драйвер. Достаточно простой симулятор вождения автобуса, без особых претензий на реалистичность, предлагает нам развозить пассажиров по большому городу. В игре есть 30 маршрутов, следуя которым необходимо соблюдать правила дорожного движения и правила перевозки. Задания включают в себя перевозку школьников, туристические экскурсии и транспортировку заключенных. По мере прохождения игры маршруты становятся все более сложными. Игрок теряет очки, если он не соблюдает правила дорожного движения, расстраивает пассажиров, если они, например, уходят с автобусной остановки слишком рано, либо сигналит им, чтобы они быстрее сели в автобус. Или, конечно же, наоборот, игрок будет получать очки за соблюдение правил дорожного движения, безопасное вождение и пунктуальность. 9 место. Сити-баз-симулятор Мюнхен. В данном симуляторе действие происходит в немецком городе Мюнхен. Тут нам предлагают работу водителям автобуса, в ходе которой мы будем следовать по маршруту, проходящему около известных музеев и прочих достопримечательностей данного города. Что касается интерактивности, то в салоне имеется приборная панель, где все элементы управления автобусом вполне в себе функциональны. Мы можем включать дальний или ближний свет, дворники, габаритные огни отрегулировать, GPS-навигатор и так далее. Главная задача в игре – развозить людей по городу, останавливаясь на всех запланированных точках маршрута. Также следует соблюдать правила ПДД и следить за безопасностью пассажиров. 8 место. Игра на платформе Android под названием World Bus Driving Simulator. Тут мы можем взять под управление не только один автобус, а по сути открыть целый автопарк. Автобусы будут отличаться по цвету, интерьеру и различным характеристикам. Самое захватывающее в этой игре – это большой открытый мир, в котором нас ждут многоэтажные дома в городской черте и умиротворенные пейзажи в сельской местности. Задача водителя автобуса – следовать по установленному маршруту, но здесь можно и самому выбирать следующую станцию назначения. А пассажиры автоматически сядут в машину, если она будет на том же маршруте. Также здесь присутствует онлайн-составляющая, которая позволит вам общаться с друзьями или участвовать в больших заданиях, требующих большого количества автобусов. 7 место. Омси 2. Симулятор вождения автобуса от немецких разработчиков. По сравнению с первой частью в игре появилось новое меню, просторная карта и автобус-гармошка, на котором наверняка захотят покататься многие любители этого многометрового гиганта. Модели автобусов хорошо скопированы с реальных прототипов, а звуки соответствуют реальным. Также в игре можно продавать билеты. В принципе, все как в жизни. Билеты, деньги, сдача. В общем, вы поняли. Правда, деньги там реализованы как старые дойч-марки, а народными умельцами на своих картах, конечно же, реализованы рубли. Стоит отметить, что в игре есть так называемый мэп-эдитер, с помощью которого можно добавлять в игру свой авторский контент, как вам заблагорассудится. Шестое место. GTA V мод Bass Simulator. Этот мод добавляет симулятор водителя автобуса в одиночный режим в игру GTA V, где вы можете кататься на автобусе по Лос-Сантосу. В чем же заключается сама работа водителя? Ну, тут задача довольно-таки простая, играть в GTA V за водителя автобуса, естественно, и доехать до указанной точки, чтобы забрать пассажиров, а затем доставить их туда, куда они следуют в рамках маршрута. Несмотря на то, что миссии относительно несложные, от этого они не становятся менее интересными, ведь еще никогда простая поездка на автобусе не была такой увлекательной, потому что вместо бесцельных странствований по карте GTA V мы будем перевозить людей, точно следуя по маршруту и получая удовольствие как от поездки на автобусе в качестве водителя, так и от перевозки пассажиров. Пятое место. Euro Truck Simulator 2. В данной игре существует множество модификаций, некоторые из них позволяют почувствовать себя водителем автобуса. Данные моды — это новое направление в развитии игры Euro Truck Simulator 2. Можно скачать и установить в игру автобусы и не просто так на них кататься по карте, а перевозить пассажиров и зарабатывать на этом деньги. В данных модификациях зачастую присутствуют высококачественные модели транспорта, реалистичные звуки двигателя, анимация открытия дверей и разнообразные мелочи, которые порадуют игрока. Но все же стоит понимать, что изначально игра не была рассчитана на пассажирские перевозки, поэтому, например, вы не сможете увидеть людей в автобусе салона. В салоне автобуса. Все. Четвертое место. Турист Bus Simulator. Симулятор управления туристическим автобусом, который должен развозить пассажиров по далеким и красивым курортным местам. Помимо любования красотами, игроку придется прочувствовать также и все тяготы и лишения данной работы. Транспортное средство надлежит водить по всем правилам и нюансам. Необходимо знать конечную точку маршрута, места остановок и время стоянок. При возникновении неполадок, связанных с техническим повреждением вашего автобуса, вы будете лично заниматься их устранением. Также необходимо поддерживать деловые отношения с компанией, которая предоставляет вам работу. Третье место. Bus Driver Simulator 2019. Данную игру делали с упором на реализм, поэтому просто так гонять по дороге вам тут не дадут. Сначала нужно приобрести автобус, потом разобраться с управлением, ну и потом уже выходить на маршрут. Нужно быть пунктуальным, хорошо рассчитывать свое время и приезжать без опозданий на остановки. Чтобы управлять автобусом, нужно выучить множество кнопок на панели, которые отвечают за открытие дверей, освещение, поворотники, ну и так далее. И это не говоря уже про коробку передач. Вы можете использовать механику для достижения наивысшего дзена от игры. Правда, это создаст дополнительные трудности. Но, как говорится, настоящих геймеров трудности не пугают. Второе место. Bus Simulator 18. Игра представляет нам 8 лицензированных автобусов от 4 различных производителей. Iveco, Man, Mercedes-Benz и Cetra. Как и в предыдущей части, игра использует систему процедурной генерации, которая требует от игроков выполнения различных миссий, чтобы открывать новые районы. Игра даст нам почувствовать все повседневные трудности управления транспортом в огромном городе. Это дорожные пробки, плохие погодные условия, ямы и выбойны, неадекватные лихачи на такси, легковых и грузовых автомобилях, странные и неуместные просьбы пассажиров, ночное и сверхурочное вождение. Купив свой автобус, вам придется зарабатывать себе на жизнь таким сложным, но необходимым для нормальной жизни города трудом. Первое место. Fernbus Simulator. Игра, в которой мы берем на себя роль водителя автобуса дальнего следования. Место действия Германия, которая была перенесена в игру в масштабе 1 к 10. В нашем распоряжении сеть маршрутов длиной около 20 тысяч километров, и в которую входят 40 немецких городов. Помимо возможности самостоятельно задавать маршруты для рейсов, игрок может проехаться по официальным маршрутам компании Flixbus. Еще одной задачей игрока является регистрация пассажиров и продажа билетов. Во время поездки игрок может столкнуться с препятствиями в виде строительных площадок, автомобильных пробок, остановок, полиции и дорожно-транспортных происшествий. Также в игре реализован цикл дня и ночи, изменение погодных условий и смена времени года. Самое главное, это то, что игра максимально приближена к реальности и позволяет в полной мере ощутить себя водителем комфортабельного немецкого автобуса. Ну что ж, друзья, спасибо за просмотр. Я надеюсь, информация из ролика оказалась для вас полезной. Пишите комментарии, ставьте лайк, если понравилось, и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. С вами был Джеймс, всем удачи и до встречи в новых видео. Пока! Субтитры подогнал «Симон»!